ПРОФСОЮЗНЫЙ ДЕСАНТ Остромской области Алексей Шадричев. Профсоюзный актив региона каждый месяц посещает одно из муниципальных образований области и информирует о деятельности профсоюзов. Цель подобных встреч – социальное партнерство и ознакомление с деятельностью трехсторонних комиссий. В БУИ делегация встретилась с главами города и района, с работодателями, с представителями профсоюзных организаций. Главная задача, которую профсоюзы решают своей деятельностью – это защита прав трудящегося человека. Алексей Шадричев привел участникам встречи несколько примеров. Конечно, сегодня нельзя не без определенной доли удовлетворенности не отметить такие вещи, как то, что на протяжении последних пяти лет мы ставили очень серьезную проблему – это выравнивание минимального размера оплаты труда с прожиточным минимумом. И я вам скажу так, что именно благодаря позиции профсоюзов произошел серьезный прорыв, начиная с 2015 года, когда минимальный размер оплаты труда каждый год увеличивался. И вот уже мы с вами знаем, что с 1 января минимальный размер оплаты труда 9489 рублей, а уже объявлено нашим президентом Российской Федерации о том, что с 1 мая размер минимальной оплаты труда будет уравнен с прожиточным минимумом по субъекту Российской Федерации. То есть мы с вами можем говорить о том, что с 1 мая эта цифра будет между 10 и 11 тысячами, которые будут подсчитаны скрупулезно в каждом субъекте Российской Федерации. То есть это будет где-то 10,5, у кого-то 11, у кого-то чуть меньше, но с 1 мая именно это. Конечно, это с одной стороны большая победа профсоюзов, с другой стороны мы все отчетливо понимаем, что за этим стоит изыскание средств на местах. И вот это достаточно сложная, кропотливая работа, которая будет касаться как бюджетной сферы, так и вне бюджетной сферы. Особенно в бюджетной сфере надо быть очень аккуратным, очень взвешенным, потому что на сегодняшний день все понимают прекрасно, что свободных денег нет, поэтому любые маневры, любые, скажем так, решения должны, конечно, иметь взвешенный характер и носить взвешенный характер. В-третьих, я бы хотел сказать и обратить ваше внимание на то, что профсоюзы в рамках борьбы за повышение уровня жизни простого человека также очень многое сделали и в том плане, что в 2016 году, а именно в октябре 2016 года, правительство всерьез обсуждало такую серьезную тему, как изменение оплаты по больничным листам. Именно благодаря профсоюзам в 2017 году удалось доказать правительству, чтобы стаж, по которому оплачивается 100%, значит, по больничному, не изменялся. Сегодня вы знаете, что если человек проработал более 8 лет, то 100% больничного листа оплачивается. Правительство внесло коррективы и был проект решения о том, что только при достижении 15 лет стажа оплата больничного была бы 100%. Поэтому профсоюзы заняли серьезную принципиальную позицию, которая привела к тому, что правительство сняло с обсуждения этот проект и оставило сегодня то, как сегодня у нас с вами звучит. Имеешь человек 8 лет стажа, получает 100% по больничному листу. Это крайне важно в сегодняшней ситуации. Четвертый момент, который также хочу обратить ваше внимание. Значит, правительство в 2017 году всерьез ставило вопрос о повышении стажа работы для представителей бюджетной сферы по выходу на пенсию. Вы знаете сегодня, что представители бюджетной сферы имеют право досрочно выходить на пенсию при достижении определенного количества лет, проработанных в данной сфере. Значит, было серьезное намерение увеличить стаж, при котором бюджетники должны выходить на досрочную пенсию. Значит, благодаря позиции профсоюзам этот законопроект не прошел. Оставили все как есть. Это тоже, я считаю, достаточно серьезный вклад профсоюзов в это непростое время. Каждый учитель, каждый врач может переложить на себя и понять, если бы, предположим, увеличили на 5-10 лет, что бы это было. Тем не менее, оставили все как есть. Значит, следующий момент, крайне важный, что несмотря на все попытки правительства лишить медиков на селе выплат коммунальных оплат, все это устояло. Это тоже профсоюзы. Очень серьезное намерение было у нас с вами в стране в 2016 году, в конце 2016 года, выйти с инициативой по пенсиям. Серьезно рассматривался вопрос, что если человек, пенсионер, работает, то если его пенсия плюс заработная плата превышает полтора прожиточных минимума, то есть чуть больше 20 тысяч, пенсию не платить. Это было в декабре 2016 года. Благодаря позиции профсоюзов это устояло, что сегодня никаких ограничений с точки зрения работающего пенсионера не введено. Да, на сегодняшний день мы не смогли отстоять такую вещь, которая связана с индексацией пенсий работающим пенсионерам. Но, значит, понятно, что это гораздо меньшая потеря, если бы было наоборот. То есть все равно работающий пенсионер, если он прекращает работу, ему вся индексация производится. Но, тем не менее, вот эти все вещи очень важные, которые, я считаю, вы должны знать. Потому что именно благодаря позиции профсоюзов, это эти положения, защищающие людей и влияющие на уровень жизни, они устояли. Важно то, что на протяжении последних трех лет Федерация профсоюзов в Костромской области совместно с юристами отраслевых профсоюзов, значит, если взять 15, 16, 17 год, то ежегодно от 17 до 12 миллионов рублей ежегодно возвращается жителям Костромской области, членам профсоюза. Это невыплаченные долги по заработной плате, это невыплаченные вредные условия труда и так далее. То есть люди обращаются в профсоюзы за помощью. От 2015 год до 17 миллионов было возвращено людям, в 2016 год где-то порядка 14 миллионов и в 2017 год порядка 11 миллионов рублей. Это тоже, я считаю, достаточно серьезные цифры, которые говорят о нашей с вами работе даже в Костромской области. Безусловно, на сегодняшний день к нашим успехам можно отнести тот факт, что мы все-таки смогли прекратить массовый выход из профсоюза. Вот наша новая команда работает, избрали нас с апреля 2015 года, а пришли мы в 2014 году, значит, получается где-то неполных три года, значит, получается так, что численность профсоюзов с 11 по 14 упала на сегодняшний день с 70 с лишним тысяч до почти 60. То есть за три года порядка 11 тысяч выбыло. Вот к 2016 году нам удалось стабилизировать численность, и она сегодня колеблется от 55 до 56 тысяч. Да, нам не удалось нарастить эту численность существенно, но падение, вот это, которое было по 3,5 тысячи в год, его удалось, значит, предотвратить. Поэтому сегодня армия профсоюзов Костромской области насчитывает 55 тысяч небольшим человек. Это, я считаю, важное достижение, которое позволяет нам думать уже и о наращивании наших рядов. 2018 год для профсоюзов – особенный юбилейный. В этом году Федерации профсоюзов исполняется 70 лет. Она была образована в 1948 году. В Костромской области это самая крупная общественная организация, которая насчитывает более 55 тысяч человек. Каждый профсоюзный активист, каждый председатель первички на месте должен думать в первую очередь о том, а как увеличить свою численность, А как доказать необходимость профсоюзов? Сложно? Сложно. Раньше не задавали вопрос, а что я буду на ваши 100 рублей иметь? Сейчас этих вопросов не стесняются задавать. И правильно делают, надо эти вопросы задавать. Что я буду иметь с этих 100 рублей, которые мне приходится каждый месяц платить? Надо понимать и объяснять людям, что профсоюзная услуга – это услуга, которая на сегодняшний день носит отложенный характер. Ты сегодня заплатил 100 рублей в месяц, в год 1200 рублей, и возможно, кроме подарков к Новому году, поездки в драмтеатр, финансирования спортивных мероприятий, ты, может быть, ничего и не получил. Но если ты обратишься через 2-3 года и попросишь путевку, а у нас, кстати, за 2017 год 8 тысяч в наших санаториях отдохнули, причем, пометьте себе цифру, тысяча человек из этих 8 тысяч, то есть больше 10%, отдохнули со скидками до 30%, это члены профсоюза. В Костромской области ввели карточку «Профсоюзный плюс». Эта карточка сегодня на руках у более чем 30 тысяч членов профсоюза, в том числе и здесь, в БУИ. И эта карточка «Профсоюзного плюса» позволяет приобретать товары и услуги с скидкой от 3 до 15%. Это тоже определенный стимул, мотиватор к профсоюзному членству. У нас в Костроме, конечно, это шире распространено. Здесь, в малых городах, в меньшей степени, но, тем не менее, она действует и у вас в БУИ тоже. И будем надеяться, что это будет только расширяться, потому что бизнес относится к этому достаточно заинтересованно, потому что они имеют бесплатную рекламу на нашем сайте, плюс ко всему, они имеют расширение сферы своих деятельностей и приток людей. Это тоже важно. На встречу собралось более 50 человек. Работа строилась по группам. В одной – представители отраслевых профсоюзов, в другой – работодатели и представители властных структур. Мне очень приятно, что сегодня мы на Буйской земле. Мы, как актив Федерации профсоюзов Костромской области, совершаем такие вот ежемесячные выезды на места. Да, в январе мы были в Нерехте, Нерехском районе, вот в феврале мы в БУИ. Важно, чтобы мы, что называется, глаза в глаза, воочию встретились с профсоюзным активом, с работодателями, с властью, то есть с теми тремя основными составляющими так называемого социального партнерства. И обсудили те проблемы, которые волнуют сегодня людей. Поэтому год у нас 2018-й особенный. Это год 70-летия Костромских профсоюзов. И, конечно, мы тем самым в определенной степени подводим итоги, ставим какие-то цели, задачи перед собой. И, конечно же, профсоюзы сегодня нацелены на что? На то, чтобы путем социального партнерства, взаимодействия между властью, работодателями и профсоюзами сделать так, чтобы защитить простого работающего человека. Член профсоюза, он не член профсоюза. Мы защищаем всех. Но совместно найти взаимопонимание, найти общие подходы к решению вопросов именно трех составных частей социального партнерства. Власти, работодателей и профсоюзов. А проблем, поверьте, очень много. На сегодняшний день профсоюзы проводят достаточно большую, огромную работу. Но я подчеркиваю, что мы бы одни с этим не справились. Мы можем справиться с этим только опираясь, основываясь на социальном партнерстве, на взаимодействии с властью, с работодателями и с профсоюзами. На сегодняшний день власть – это та организация, начиная с федеральной власти, заканчивая региональной и муниципальной, – это своего рода гарант взаимодействия. То есть не случайно, ведь социальное партнерство состоит из трех частей. Ну, представьте себе, что должно быть что-то связывающее, что-то склеивающее, профсоюзы, работодатели, и в этом отношении должна быть власть. Понимаете? Власть выступает равноправным партнером. И власть, естественно, в определенной степени дает ориентиры. Ориентиры, связанные с заботой о человеке. Наша задача в том числе заключается в том, чтобы, во-первых, посмотреть, как работает трехсторонняя комиссия по социальному партнерству на Буйской земле. Если возникают вопросы, то оказать помощь и дать консультации. Ну и, может быть, обнаружить какие-то ошибки или недочеты, которые совместными усилиями можно ликвидировать. Буйская земля и социальное партнерство на Буйской земле, оно налажено. Власть слышит. Власть слышит и работодатели, и профсоюзы. Значит, естественно, что мы за то, чтобы расширять этот диалог, мы за то, чтобы заседания трехсторонних комиссий носили плановый характер, мы за то, чтобы на эти трехсторонние вопросы комиссии выносились животрепещущие вопросы. И вопросы, связанные с занятостью, и вопросы, связанные с оплатой труда, и вопросы, связанные с задолженностью по заработной плате. То есть, это своего рода орган, который позволяет решать все эти вопросы мирным путем, находить общий язык, компромиссы. Поэтому здесь, в данном случае, я думаю, что, если говорить о Буе и Буйском районе, то речь идет о том, что здесь достаточно качественное социальное партнерство, и мы сейчас смотрим в большую степень на то, как его дальше развивать и более эффективно использовать. Как стать членом профсоюзного комитета на предприятии? Этот вопрос мы задали профсоюзному лидеру области. Все делается просто. Во-первых, начнем с того, что если на предприятии нет профсоюза, но есть, например, отраслевой профсоюз, то, естественно, что людям, которые хотят этим заниматься, а я думаю, что потребность у многих есть, конечно же, надо собраться определенной группой от трех до пяти человек, поставить в известность об этом руководителя, не с самого начала противопоставлять себя руководителю и, скажем так, основываться на некой изначально конфликтной ситуации, а изначально договориться с руководителем, поставить в известность отраслевой профсоюз, создать первичку на территории учреждения или предприятия, и дальше двигаться к заключению коллективного договора. Заявления принимаются от всех желающих. Цена этого заявления 1% от заработной платы, причем до 70% от этого 1% остается в самой первичке. Вот, все. Человек получает определенную защиту. То есть, ведь самое-то главное, что профсоюз, порой работодатели видят в профсоюзе некоего, в лучшем случае, конкурента, в худшем случае врага. Но это не так. Потому что наличие профсоюза, это характеризует, с одной стороны, и самого руководителя. Значит, он современен, значит, он не боится диалога, значит, он уверен в себе, значит, да, и значит, он готов к диалогу. А ведь это в конечном итоге влияет и на качество труда, и на охрану труда, на климат, и, конечно. Потом, я вот говорил в докладе, ведь это выгодно экономически и руководителю, и профсоюзу. То есть, руководитель получает определенную возможность помогать людям официально. Ведь сколько к руководителям приходит? Дай там на день рождения, дай на похороны, дай на это, дай там на то. Ребят, есть первичка, есть 0,5 фонда заработной платы, которые я могу, как руководитель, целенаправленно направлять на эти вещи. На социальную защиту, на физкультурно-оздоровительные, культурные мероприятия. Эти деньги не облагаются налогом. Законодатель это предусмотрел. То же самое охрана труда. Ведь любой контрольно-надзорный орган, приезжающий в любое учреждение, может накопать достаточное количество. Причем не просто накопать, в хорошем смысле я говорю, но от ошибок никто не застрахован. Но цена этих ошибок десятки сотни тысяч рублей из бюджета предприятия или учреждения. Но если, предположим, провести профсоюзный аудит по охране труда, то это гарантия того, что контрольно-надзорные органы приедут и увидят налаженное производство и налаженный процесс охраны труда. И сбережет деньги предприятия и учреждения. Причем бесплатно сделает профсоюзный аудит. Подготовит руководителя к любой проверке.